здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube я вас просто обожаю всех говорю для всех россиян и не россиян не обижайтесь люблю всех сегодняшняя тема это йод в прошлом сезоне к сожалению на ютюбе эти программы не вошли но в прошлом сезоне для наших телезрителей мы затронули эту тему так слегка сейчас попробую развить ее основательно уже что такое йод и зачем он нам нужен вот в этой бутылочки находится ну наверное 10 миллилитров 10 миллилитров это 10 раз по 40 капель в одном миллилитре находится 40 капель вы всегда должны знать скольки он процентный и обязательно знать сколько здесь миллилитров зачем сейчас поймете значит а когда выращиваем рассаду нам конечно бы очень бы хотелось чтобы растеница были здоровыми но для того чтобы они были здоровыми нам нужно как-то их уберечь вот йод нам как раз поможет значит на одну рассадинку на один контейнер где растет а контейнер 0 9 это как минимум квадратные не 0 5 не 0 3 не 0 7 0 9 помидору надо хотя бы литровый объем почвы поэтому распикировать их надо сразу вот в литровые какие-то объемы хоть пакет из-под молока разницы нет но литр обязательно вы должны знать что поливать вы будете не просто водой а на 3 литра 1 капля йода и такая поливка будет каждую неделю производиться с вашим томатиком или баклажанчиком или перчиком пока они маленькие будем их так называть это обязательно таким образом вы избавитесь от посещения и черные ножки но землю надо прокалить прежде чем вообще что-либо с ней делать и от многих других заболеваний если вы хотите предотвратить заболевания фитофторы да еще на огороде на открытом а может быть и в теплице что тоже не исключено ведь в растении же если бы мы все делали правильно елки и иголки я вот всегда говорю да девочки вы мои родные вы почему теплицы открываете в пять часов утра или в шесть но подождите когда солнышко коснется карбоната или пленки или стекла и нагреет внутри когда температура еще не остыла там с вечера потому что мы закрыли ее когда еще солнышко было и там тепло сохранилось надолго почти всю ночь была постоянная теплая температура так вы утром то и откройте когда солнышко встало пусть там не остынет пусть не будет перепадов ведь перепады температуры холод и излишняя влага что любите делать шлангами вас там просто все мокро в этих теплицах с посленовыми перцами баклажанами и помидорами так это же очень плохо вот вам фитофтора она ваша подружка на сезон перестаньте это делать и пожалуйста запоминайте пожалуйста рецепт опрыскивание опрыскивание можете повторять каждые две недели для всех видов посленого в том числе картофель но делать вы это будете в вечернее время когда солнышко за гору закатится когда не будет этого солнечного сияния вы услышьте меня пожалуйста и сделайте все правильно что для этого нужно 10 литров воды не 12 не 8 10 литров воды добавьте туда 1 литр молочной сыворотки услышали а теперь добавьте туда всего 40 капель йода здесь 400 капель одну десятую часть то есть один миллилитр 40 капель добавили хорошо а теперь возьмите одну столовую ложку перекиси водорода перекись водорода можно сделать самим из гидроперита посмотрите внимательно там написано как сделать 1 процентный раствор 2 3 5 до 5 процентов можете одну столовую ложку использовать перемешайте все тщательно и отправляйтесь вечером на ваш огород сад цветник куда угодно и опрыскивайте свои любимые растения готовые заболеть фитофторы она появится когда будет влажно в воздухе и прохладно очень вы слышите меня значит профилактику нужно делать до того как наступает такая погода это конец июля начало августа тогда ночи становятся прохладными и ваши томаты на улице сто процентов пострадают и заболеют фитофторой вот помогите им пожалуйста и пожалуйста помните что вот-вот наступят теплые уже дни ведь время летит очень быстро это в молодости оно тянется неизвестно сколько у нас нет времени как только оттают кусты ваши любимые земляники вы должны убрать с них все старые листья и сделать вот такой раствор возьмите 10 литров воды и накапайте туда всего 10 10 капель йода размешайте тщательно и обработайте свои земляничные посадки это вам поможет от серой гнили я надеюсь что эти рецепты просты и понятны и очень доступны так вот когда вы сделаете красиво вашим земляничным посадкам сделайте два-три раза с интервалом в 10 дней и вы будете радоваться тому что у вас получилось а я вместе с вами ну на этом все целую крепко ваша тетушка репка